Разговор по чесноку на радио UFM Разговор по чесноку на радио УFM Разговор по чесноку на радио УFM Разговор на радио УFM Разговор на радио УFM Разговор на «Психология» и «Кино» Безусловно, наверное, если бы дальше поработали, была бы возможность лично познакомиться с кем-то, посмотреть, кто что делает. Но в целом аудитория отзывчивая, и я всегда стараюсь провоцировать студентов на вопросы. И, в общем-то, не отношусь к этим беседам как к разговору старшего товарища, скажем так, с какими-то подрастающими детьми. Я хочу общаться с ними как с коллегами, то, что насколько они могут что-то взять от меня, настолько же и я заряжаюсь их какой-то энергией, идеями. И, в общем, это такой обоюдный, приятный и полезный процесс. Сегодня Казань вам что-то лично принесла, какой-то обратный процесс от аудитории. Вы знаете, да, я была, например, удивлена, приятно даже удивлена, потому что я так понимаю, что в недрах Казанского университета есть большая студенческая редакция. Представительница этой редакции, к сожалению, не запомнила ее имени, была очень активна на нашей встрече. Я была просто потрясена, когда она мне сказала, что работает порядка 30-40 человек. Это очень большая редакция. По большому счету, сегодня даже какие-то крупные СМИ не позволяют себе такой большой штат сотрудников. Так что я даже как-то позавидовала студентам, что у них такие ресурсы административные и творческие. Ну, это вот Казань, да, можно гордиться, наверное, нашим гордым. Наталья Георгиевна, ваш фонд, фонд независимого радиовещания, я знаю, что вы ездите регулярно, практически постоянно по разным городам, по регионам нашей страны. Хотелось бы узнать поподробнее о работе вашего фонда, чем он занимается еще. Знаете, фонд некоммерческая организация. Мы в какой-то момент поняли необходимость создавать проекты, которые объединяли бы преподавателей и представителей вузов и практиков журналистов. Причем объединялись на одном поле обучения будущих журналистов. Это очень важно. Мы знаем, как много работ у наших коллег, ежедневно подготавливающих сотни материалов, выпусков новостей, тематических программ, которым, конечно, есть что сказать и которым хочется видеть своих новых членов редакции, подготовленных профессионалов. В то же время мы понимаем преподавателей, которые в вузах думают, выявляют тенденции, занимаются аналитикой, и которым тоже некогда особо заниматься студентами, потому что у них свои задачи. И придумать такие площадки и проекты, а фестивальная форма очень удачный вариант, на котором бы собирались и преподаватели, и практики, и вместе говорили, рассказывали о том, чем живет журналистика. Молодым будущим журналистам для нас показаться самым идеальным вариантом. Поэтому мы, опять же, ушли от больших форм в виде одного, предположим, мероприятия в Москве, а мы понимаем, что нужно ездить там, где есть серьезные крупные университеты. И Казанский университет, конечно, один из ключевых университетов в нашей стране. И мы переговорили с руководителями и подумали, что вот такого рода проекты будут очень полезны. Мы также только что были вместе с Анной на Дальневосточном федеральном округе в университете, где работали пять дней. То есть был немножко другой формат работы, более глубокий, позволивший нам узнать студентов, понять, разбудить их немножко, потому что нам показалось, что они были удивлены таким пристальным вниманием со стороны практиков. И они сначала даже не верили в то, что мы готовы с ними с утра до вечера работать. А когда они проснулись, то, конечно, мы получили обратное огромное удовольствие, потому что зажлись эти лампочки, они придумывали интересные проекты. Мы сделали учебный выпуск, телевизионный и радиный. Так же, как сейчас, некоторые нас слушают, некоторые смотрят. И это здорово, потому что новые коммуникации, новые технологии дают нам потрясающее количество возможностей. И это здорово. Я вот, готовясь к этой программе, изучала немножко вопросы. Что касается молодых журналистов, к сожалению, действительно, да, очень много талантливых людей, прекрасные преподаватели у нас и так далее. Но небольшой совершенно процент идет в профессию по окончании вуза. К сожалению, я не знаю, с чем это связано. Очень много, как я вот узнала, журналистов непрофессионалов. То есть они заканчивали биофак, физики. Я знаю, что вы по профессии врач, да? Да. Вы музыкант. Заканчивали институт музыканты. Российской академии музыки имени Игнессиных. Это теперь так называется. Скажите, вот с чем это связано? Когда в журналисты идут биологи, музыканты, врачи, физики. И становится действительно, если мы вспомним Познера или мы вспомним Константина Львовича Эрнста. Давайте я, наверное, начну. И вот Анна меня подхватит. Мы не любим слово общество и аудитория. Потому что на самом деле за этими понятиями есть живые люди, которые сидят на диване, входят домой, снимают ботинки, подходят к телевизору и к пульту включают телевизор или радио. И хотят услышать истории. Хотят услышать какие-то интересные, вдохновляющие вещи, которые позволят им подумать свой день, который они прожили. Может быть, построить какие-то планы, подумать о том, чем они будут заниматься в выходные. Поэтому нужно рассказывать истории. Истории рассказывают люди, которые хорошо владеют материалом, у которых уже есть определенный жизненный багаж. И нам интересно слушать людей, которые уже прошли через какие-то сложные моменты или моменты великого счастья, моменты великих испытаний. Это то, что всегда привлекает внимание наших слушателей и зрителей. И поэтому человек-профессионал, который делает какие-то открытия в биологии, в химии, в математике, в музыке, который хорошо разбирается, может рассказать эту историю. И ему поверят слушатели, и поверят зрители. А человеку, который учился в журналистике, но еще не имеет такого большого жизненного опыта, ему немножко сложно рассказывать жизненные истории. Я не знаю, Анна согласится со мной? Вы согласитесь? Ну, я согласна, да, во многом с Натальей, что, в общем, журналистика – это профессия рассказывать истории. И вообще делиться с людьми информацией и своими какими-то знаниями. Поэтому, например, когда я выбирала свою специализацию, я изначально пианистка, но музыковед, я видела себя как музыкального журналиста, и, в общем, я так и начинала работать. Другое дело, что потом складывается же не так, что ты начинаешь заниматься какими-то другими темами, периодически уходишь в какие-то политические новости и так далее. Но, в принципе, это умение рассказывать истории – это первое. И мне всегда хотелось делиться с людьми своими знаниями и какими-то собственными открытиями. Это, ну, как бы одна сторона медали. Другая в том, что работа журналиста – это, по большому счету, умение собирать, обрабатывать информацию. И для этого нужно обладать просто навыками аналитического, скажем так, мышления. Эти навыки дают нам самые разные специальности. Это и любая наука, да, это и, безусловно, филология, и просто базовое хорошее образование, что, мне кажется, лежит в основе профессии журналиста. Вообще это обязательно для любого журналиста. Мы сегодня достаточно много спорим в Москве часто о том, насколько журналисты должны изучать мировую литературу, например. Но вот я все-таки не хочу показаться ретроградом, но я считаю, что да, должны. Что некая база, некий багаж, он обязателен, он позволяет иначе нам взглянуть на мир, а мы, журналисты, рассказываем людям о происходящем в мире. Что вы думаете? Я предположу, что люди, которые приходят из одной профессии в другую, обладают изначально не таким типом мышления, которое воспитывало высшее образование. И это заметно бывает и в кинематографе. И человек, который неожиданно становится писателем, не имея литературной подготовки, он вдруг начинает говорить на своем каком-то, может быть, вначале наивном, но очень не похожем на обычном языке. И из-за этого получается то, что привлекает, по крайней мере, внимание. Это ты находишь, выделяется среди прочих. И вот я думаю, что не журналист, пришедший резко, может обнаружить бриллиант на те, кто там был давно и не заглядывали в эти области. Ну вот вы, насколько я поняла, проводя свои мастер-классы, такие фестивали, да, это в первую очередь практическая работа журналистов, да, если они, молодых журналистов, студентов, если они создают какие-то новые программы и так далее, да. А вот что касается теории, чему следует учить помимо языка журналиста? Вот интересу к персоне, интересу к жизни, как вы сказали, да, какую-то историю, это все либо приходит с опытом, либо это дано или не дано, или я не права, как вы считаете? Нет, ну, безусловно, каким-то вещам можно научить человека. Возможно, нужно обозначить направление, в котором должен думать журналист, потому что не каждый, безусловно, студент, не каждый начинающий журналист может глянуть на себя со стороны. Это достаточно сложно, не каждый взрослый человек на это способен. Поэтому наша задача в этих занятиях с Натальей, это, наверное, обозначить какие-то направления. То журналистика, ну, вот если мы принимаем, да, что это, да, какая-то база знаний. Второе, это, конечно, коммуникация, это умение выслушивать людей. Возможно, в современном мире, в нашей сегодняшней жизни, очень быстрый по темпу, в таком вот сумасшедшем каком-то вихре, на самом деле, в котором мы живем, с соцсетями, которые позволяют достаточно активно общаться. Мы иногда не умеем дослушать собеседника, а это очень важно в журналистике, выслушать собеседника и интересоваться человеком, с которым ты беседуешь. Это, в общем, часть такого успеха журналистского. Наверное, вот этому мы учим людей. И что еще очень для меня важно, мы учим работать с информацией. И учим отделять дезинформацию от действительно подлинной информации. Я вот сегодня тоже уделяла этому много времени, потому что, к сожалению, сегодня все мы допускаем какие-то ляпы в силу разных совершенно причин. Иногда берешь книги, изданные хорошим издательством, и обнаруживаешь там чудовищные ошибки, которые проскользнули, никто не увидел. Начинаешь размышлять, почему. И вот хочется избегать таких досадных вещей. Поэтому, наверное, я вот на эти три пункта обращаю внимание. Но Наталья, наверное, меня сейчас дополнит еще. Да, я, наверное, добавлю. Это список, конечно, этика журналистики. Это важнейшая вещь. Ей учат, конечно, на факультете журналистики. И думает об этом много, потому что это не застывший какой-то набор данных, а это очень живой массив правил, подходов, понимание профессии. И все это очень трансформируется в условиях наших новых медийных возможностей, где можно спрятаться за огромным количеством интернет-мемов, где можно написать и не ответить за то, что ты написал, где можно бросить информацию, где можно оскорбить, обидеть и можно манипулировать людьми и продраться через вот этот массив. Иногда специально сплетенные паутины, иногда невольно брошены дезинформации, очень сложно. Поэтому мне немножко, может быть, даже вернувшись к предыдущему вопросу, хочу сказать, что журналистика и СМИ — это коллективный труд. Если человек, пришедший в журналистику из какой-то специальности, может делать хорошие авторские передачи, может быть ведущим хорошей тематической программы, где будет рассказывать о своем опыте и понимании того предмета, которому он учился в свое время, то есть если мы говорим об информационной, политической, экономической журналистике, то ни один журналист не сможет делать хороший качественный продукт. Это результат работы редакции, где есть люди, отвечающие за разные элементы производства этого информационного продукта, они проверяют факты, они разбираются в экономике, они должны понимать, как вообще устроено общество, они должны понимать новости, что происходит в других странах. То есть это просто огромный синтетический продукт. И это могут сделать только люди, которые получили профессиональное журналистское образование, либо получили специализацию в журналистике. Поэтому мы с большим уважением относимся к этой профессии. Наверное, хотелось бы, чтобы еще принимали такие определенные, как в медицине, из клятва Гиппократа, когда это очень важно. Я не работаю в медицине уже много лет, но тем не менее я помню этот волнительный момент. И, казалось бы, просто проговаривание каких-то обязательств это остается в тебе навсегда. Ты всегда об этом помнишь. Не навредить. Ты всегда понимаешь, что это базовая, ключевая вещь. И в журналистике, наверное, ключевая вещь – это защищать интересы аудитории. Не давить на нее, не продвигать, а защищать и работать в интересах своих слушателей. Очень важно. И вот у Анны сегодня тоже на мастер-классе она рассказывала об этом. Вы сказали об ответственности журналиста. Вы говорили о беспристрастности журналиста, так скажем. И даже вот я прочитала, Наталья Георгиевна, у вас на сайте вашего фонда написано, что одна из главных задач вашего фонда – это укрепление авторитета радио как источника достоверной и оперативной информации. Вот, Антон Валерьевич, я как к психологу к вам обращаюсь. Насколько живой человек, в любом случае журналист, как и врач – живой человек. Если врач отвечает за здоровье, за жизнь человека, то журналист в какой-то степени тоже несет огромную ответственность за мышление, за настроение человека, за его мировосприятие, восприятие ситуации, сколько у нас депрессий было, и, может быть, сейчас даже происходит после определенных, в том числе и радиопередач. Скажите, насколько живой человек, пусть он учился пять лет и дал определенную журналистскую клятву Гиппократа, насколько способен живой человек быть беспристрастным и объективным по отношению к событию, которое он освещает? Ну, наверное, тотально, стопроцентно беспристрастным, без привнесения чего-то своего быть журналист не может. Полностью абсолютная истина, не касающаяся никаких искажений, наверное, существует где-то далеко во Вселенной в идеальных условиях. Ведь это всегда авторство. Мы слова произносим по-особенному, с особой интонацией. Мы с собой несем множество ассоциаций. Как слушатели радио, когда у нас возникает определенная ситуация на определенную группировку слов, поменяли слова местами, уже совершенно другая картина. Здесь и возможности манипуляции через слово, нейролингвистическое программирование, сразу вспоминают. Хотя, по большей части, роль его преувеличивается. Так что я считаю, что субъектив, он есть всегда. И опасность существует, например, когда журналисты часто говорят о суициде. Когда крупные события с суицидальными нотами могут действительно вызвать интерес у масс и подвергают риску людей, которые находятся в особенно нестабильном положении в силу возраста, в силу обстоятельств жизни. У нас вообще в стране беда с тем, что невроз постоянный из огня, в полыня. И на журналисте лежит ответственность, как и на любом публичном человеке, который выходит с словом, с кинокартиной, с произведением. Знаете, я хочу дополнить. Наверное, я вот сейчас думаю, слушаю коллег, и, наверное, главное, чему мы учим, это, конечно, ответственность за сказанное, за произнесенное слово. Как это невысокопарно прозвучит, но журналист должен понимать, что все, что он произносит, он адресует, на самом деле, огромной аудитории. И он в какой-то мере несет ответственность за результат. И обычно, чаще всего, журналистов критикуют за их какую-то безответственность и поверхностность. Вот мы даже, например, в университетах часто к журфалку такое отношение, что ну вот вы, ребята, здесь очень поверхностные, а мы-то занимаемся серьезными делами. И вот то, о чем вы говорите тоже, это же какая-то журналистская поверхностность, когда ты подхватываешь какую-то тему в силу тех иных обстоятельств, начинаешь ее развивать. Возможно, это связано с необходимой быстротой журналистской профессии, потому что это, наверное, одна из самых таких заводных профессий в этом ее драйв. Когда вот тебе дали новости, и через три часа ты должен отдать материал. Это потрясающее чувство. Это замечательное чувство, опасное и интригующее чувство дедлайна, так называемого, срока сдачи материала, чувство прямого эфира. Например, это то, что всегда меня очень завораживало в журналистике, но с другой стороны поверхностность и иногда безответственность, это то, чего надо, безусловно, избегать. И каждый журналист, который вступает на этот путь, должен это понимать. Напоминаю нашим радиослушателям и телезрителям, что в эфире программа «Разговор по чесноку». И сегодня с нашими гостями мы говорим о... Мы встретились в рамках фестиваля студенческих аудио и видеоработ вовремя, и мы говорим о сути журналистики, о том, какой должна быть современная журналистика и какую ответственность несет творческий человек, в том числе журналист, перед зрителем, перед слушателем, перед... Как вы сказали, не любите слово аудитория, но я его произнесу перед аудиторией. Вот тоже недавно в Фейсбуке была история, что бабушка одна пожаловалась своему внуку, сказала, отключи мне, пожалуйста, все каналы, оставь, пожалуйста, только спорт и программы про животных, потому что у меня депрессия, у меня нервоз, когда я смотрю остальные программы. Вот мы сейчас с вами поговорили про журналистов, то есть про создателей. Давайте вот если мы вернемся и поговорим про зрителя. Как дать зрителю информацию, чтобы он понял, кому следует доверять, кому не следует доверять. Вот часто очень люди в растерянности сейчас находятся, огромное количество СМИ, журналы, газеты, интернет и так далее. И чему верить? Вот вы кому верите? Ну, знаете, я верю своему собственному мнению, скажем так, которое я составляю на основе прочитанных, множества прочитанных источников. Я считаю, что одно из главных преимуществ сегодняшнего дня — это колоссальный выбор и колоссальные возможности, которые мы имеем, потому что мы не ограничены сегодня, пускай даже пятью-шестью каналами телевидения и десяткам газет. На самом деле, сегодня, обладая элементарными навыками и базовыми знаниями английского языка, по крайней мере, да, что сегодня, в общем-то, уже, я считаю, обязательно для человека работающего, мы можем прочитать абсолютно все. Мы можем прочитать, что пишет одна сторона, что пишет другая. Мы никак не ограничены в этих возможностях, и это самое главное, потому что у нас есть выбор, и мы должны использовать все источники, все ресурсы, которые нам доступны, и сформировать в итоге, возможно, какое-то свое мнение по той или иной проблеме, потому что мы человек мыслящий, да, сегодняшний человек — это человек мыслящий, думающий, я так надеюсь, критически мыслящий. Вот, мне кажется, это самое важное. Анатолий Валерьевич, а вы как думаете, следует, чтобы прийти к какому-то консенсусу, в том числе с самим собой, да, если существует масса самых разных, часто полярных мнений, да, и даже, вот, например, я читаю на английском языке информацию, да, которую преподносит англоязычные СМИ, русскоязычные СМИ, другое, третье СМИ и так далее, как мне самой с собой совладать, и как мне из этих вот массы мнений, не знаю, почувствовать, понять, где истина? — Ну, это совсем нелегкий вопрос, потому что на человека, на его доверие, уровень восприятия влияет столько факторов, и некоторые из них удивительны и просто поражают. Вот, как пример, есть фильм, который называется «Я и другие», он снят в советское время, в 1964 году, в студии, на телевидении был поставлен эксперимент, где собрали детишек и показали им пирамидку белого цвета, и сказали, какого она цвета, они сказали белая, белая, а потом договорились, что они будут говорить, что она черная, она на самом деле белая. И привели экспериментального подростка. И детишки все сказали, да черная пирамидка, а пирамидка-то белая. И подросток сказал, что она тоже, он тоже сказал, что она черная, потому что он пошел вслед за большинством. Он уже сам верил в то, что она черная. Эксперимент повторили со взрослыми людьми, все точно так же. Под воздействием масс возникает какое-то состояние истерическое у человека, где он полностью перенимает точку зрения, какой бы абсурдной она ни была. Взрослые люди говорили, передо мной бумага черного цвета, хотя им предлагали белый лист. 64-й год, Феликс Соболев, фильм «Я и другие». Советский Союз. Советский Союз. Этот эксперимент недавно повторяли в 2010 году. Снова сняли картину, все точь-в-точь так же. Поэтому вопрос доверия самому себе доверять бывает очень сложно. Ложных припоминаний, воспоминаний у нас только, в которых мы уверены доподлинно. А как же быть в такой ситуации? Повышать уровень осознанности. И при этом, вопреки всему, доверять всему вокруг. Мы можем действовать на автоматизме, мы можем воспитываться недоброжелателями со стороны СМИ, каких-то диктующих организаций. Но если человек уровень критики по отношению к себе сохраняет, о чем говорили вы, журналист должен смотреть на себя со стороны. И тогда остается шанс не поддаться истерии. Я хочу дополнить, потому что мы как раз сегодня об этом говорили на мастер-классе. Мы сейчас с вами затрагиваем и проблемы фактологии, и мнение. А это немножечко разные вещи. Мнение — это то, что ты можешь рассмотреть, прочитать, принять во внимание, согласиться, не согласиться, посмотреть на аргументацию человека, оценить ее со своих позиций. Это одно. А вот фактология — это другое. И сегодняшние интернет-СМИ, вообще сегодняшние технологии, даже не интернет-СМИ, а соцсети, сегодняшние технологии, они позволяют производить огромное количество фальсификаций. И вот это очень важно. И журналист, безусловно, должен уметь отличить фальшивку от истинного факта. Но и, конечно, хорошо бы, чтобы и рядовой потребитель, аудитория та же самая, чтобы человек понимал, что в каких-то общих каналах, видео и так далее могут появляться фальшивки. И, понимаете, сегодня достаточно бросить одну фальшивку в соцсеть, чтобы устроить неимоверный скандал, чтобы столкнуть людей. И чтобы на основе этой соцсети... Да, да. И дальше, понимаете, это уже снежный ком, который катится и приводит к самым разным последствиям. И вот рядовой читатель, он тоже должен понимать, что ему могут подсунуть фальшивку. И поэтому, когда вы сталкиваетесь с какими-то вещами, особенно в сетях, в интернете, неплохо бы проверить какие-то даты, факты. Просто посмотреть на дату публикации, присмотреться, насколько то или иное видео правдиво или нет. Это такая простая практика. Я бы сказала, вот я всегда это сравниваю, знаете, с утренним умыванием, извините, чисткой зубов. Если ты это постоянно делаешь, то это как-то привычка, и все у тебя нормально. А если нет, тогда все плохо. Ну вот вы... Да, я слышала. Как пример хочу привести буквально только что. Распространяется в сети информация о том, что появился маньяк, который заманивает людей, ребенка подсылает, отправляет маленького мальчика с адресом, и потом этого мальчика хотят проводить до дома. Жертвы будущие проводят. Тут маньяк-то их и нападает на них. Ситуация в Казани, об этом трубили все. Во всех пабликах, соцсетях и прочее. Недавно выяснилось, что это в каждом городе России, в каждом. Вся Россия хором. Один вброс, и он разошелся прям по всей стране. Одно вранье порождает. Собственно, как и любое вранье, да, оно всегда порождает массу других и так далее. И как, не то чтобы избавить себя, наверное, невозможно. Ведь очень часто такие вот вбросы их подхватывают. И достаточно иногда респектабельные средства массовой информации начинают расследование проводить и так далее. Поэтому если мы говорим, конечно, о комментариях, об аналитике, да, где необходимо мнение журналистов или каких-то экспертов, здесь понятна точка зрения. А если мы говорим о фактах? Вот, например, одно и то же событие, как вы, Антон Валерьевич, сказали, да, пирамида белого цвета, но его можно преподнести абсолютно по-разному. Есть война или нет войны? Есть, как вы сегодня говорили, гуманитарная помощь или нет гуманитарной помощи? Нет, я говорила не так. Гуманитарная ли помощь это? Нет, 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 нет. Давайте, мы сейчас не будем вдаваться, потому что иначе это какой-то вообще философский, такой долгий разговор. Я говорила, да, я упоминала факт работы одного корреспондента в рамках темы о гуманитарной помощи, которую Россия поставляла на Украину. И я приводила, с моей точки зрения, некорректное высказывание корреспондента, которое было принято ведущими как должное. Но, понимаете, факты проверяются подтверждением. Вот это, собственно, и отличает журналистов от любителей. Вот мы с вами до эфира вы говорили о том, что сегодня фактически, есть такое мнение, что фактически любой человек, любой потребитель может стать журналистом, потому что сегодняшние технологии позволяют всем снимать видео, всем делать какой-то свой продукт, контент, все что угодно, да, есть каналы, YouTube, у нас масса возможностей. Но, понимаете, Островского пьесу тоже может поставить, в общем-то, любая группа артистов-любителей. Вот мы с вами соберемся, порепетируем, нарисуем декорации, и это будет очаровательно, я даже не сомневаюсь. Для наших близких и родных. Например, по итогам фестиваля мы сделаем такой сюрприз студентам, все что угодно. У нас будут бурные овации, все будет замечательно, но это не будет вообще ни в коей мере каким-то профессиональным спектаклем, на который можно приглашать публику. Вот то же самое и с сегодняшними технологиями. Да, любой человек может поделиться какой-то информацией, которой он обладает. Да, мы знаем случаи, когда информация приходила к журналистам не из информагентства, я сегодня приводила, вот такой пример, а именно от свидетелей событий через соцсети. И тогда уже информагентства подхватывали эти ситуации и развивали. Но вот здесь как раз и включается наш профессионализм, который мы или нарабатываем с годами, или получаем какие-то знания, учащиеся на журфаке. Вот именно это отличает профессионалов от дилетантов. Вы имеете в виду незамутненный взгляд? Умение оценить факт, умение его перепроверить и умение отсеять ДЭЗу, грубо говоря, и выдать четкие какие-то данные. Если эти данные разнятся, значит сказать, что они разнятся. Если они неподтвержденные до конца, значит сказать, что они неподтвержденные. Но именно вот здесь начинается журналистский профессионализм. Выдавать за правду то, что... Ну, то есть выдавать правду, да, а не фальсифицировать. Антон Валерьевич, как Вы считаете, способен ли человек бесконечно говорить правду? Или, скажем так, в объеме своей профессии говорить только правду? Я вот уже сижу несколько минут, как у меня в голове доктор Хаос. Известный персонаж известного сериала. Его главный слоган — это то, что все люди врут. Вот в этом я убежден. Хотят они того или не хотят, но многое то, что они думают о себе, о своей жизни, не так. Иногда для этого и существуют психологи, чтобы помочь выбраться из заблуждений. Вообще, любое, по-моему, произведение, драматургия любого произведения — это попытка приблизиться к истине. Вот я тоже сейчас об этом подумал. Это попытка решить конфликт заблуждений и пробраться ближе-ближе к правде. Вы сказали такое, произнесли такое слово «осознанность». Я думаю, что здесь немножко надо расшифровать нашему зрителю, что это такое, и дать рецепт, как этого добиться. Можно ли этому научиться, осознанности? Как это постичь и в себе развить? Мне кажется, что осознанность — это вообще самое-самое главное качество человека, любого. Самое нужное качество, среди прочих. Осознанность — это степень присутствия в реальности. Мы можем иногда витать в облаках, наблюдать за миром только одним глазом, смотреть телевизор, при этом отвлекаться на ужин. И также со многими делами иногда с очень серьезными. Мы советуем так делать. А может быть, просто выключить телевизор и приготовить прекрасный ужин, пообщаться с своей семьей. Да, это будет абсолютно погружение в реальность. И из-за этого жизнь проходит, во-первых, где-то рядом, не на сто процентов, а во-вторых, вероятность совершить ошибку или быть обманутыми, введенными в заблуждение оказаться, высока. Когда у человека низкий уровень осознанности. Что такое низкий уровень? Что такое вообще высокий уровень осознанности? Когда человек отдает себе отчет, что происходит вокруг. Когда он отдает себе отчет, что он делает и почему он делает. Вы часто отдаете себе отчет в том, что происходит вокруг, и в том, что вы делаете. То есть вот насколько можно этим перманентно заниматься? Оша Раджаниш, известный учитель, говорит о том, что достаточно человеку сколько там, 15 минут что ли в день находиться в этом состоянии, понаходиться. Как он моментально станет Буддой? Это невозможно делать долго. И мы постоянно то ближе к реальности, то дальше. Мы постоянно в состоянии замутнения находимся, иногда прияснения, снова возвращаемся туда. Но чем больше мы накапливаем критики по отношению к окружающему, к себе критики не негативной оценки, а критики как анализа постоянного, тем защищеннее мы от всех неприятностей, которые могут случиться, тем мы развитей и лучше. Анна, вот к вам вопрос. Конечно, объективность, беспристрастность, осознанность журналиста, критическое отношение к себе и к ситуации. Но есть такое понятие, как рейтинг. И, к сожалению, насколько я тоже изучила вопрос, рейтинг, в общем-то, в большой части зависит от человеческих эмоций, от тех эмоций, которые вызывает та или иная информация. Или вы считаете иначе? Насколько важно журналисту, профессионалу делать программы, подавать какую-то информацию, и еще учитывать, так скажем, объем аудитории, сколько человек будет смотреть, как долго они будут слушать. Вы знаете, то, что мы делаем, всегда в большой степени зависит от нашей целевой аудитории. Это базовое понятие, и вот оно в чем заключается, если коротко. Сегодня я тоже об этом говорила студентам. Вы не можете просто так рассказывать, ну вот взять какую-то тему, я не знаю, вот сегодняшний наш фестиваль, например, открытие. Для студенческого какого-то телеканала или студенческой газеты, студенческой аудитории, это будет один тип рассказа, один тип разговора, коммуникация, стилистика, и будут акценты на чем-то одном сделаны. Если это будет какое-то региональное, ну местное, городское, например, СМИ, которое будет рассказывать о том, что в университете проходит фестиваль, это будет совершенно другой язык, другая коммуникация, другой заголовок, все будет по-другому. Хотя мы будем рассказывать, тесно, об одном событии. Любой журналист, приходя в компанию, в ту или иную, устраиваться, если он только не создает ее сам, он вообще прежде всего должен понять, что это за СМИ, с кем оно работает, на кого оно ориентировано, и каковы редакционные принципы этой компании. Это очень просто сделать, надо просто в течение недели или почитать эту газету, или почитать этот интернет-сайт, а даже, может, не в течение недели, а даже меньше, посмотреть этот телеканал, и все станет ясно. Если вы мыслящий человек, мы опять к этому возвращаемся, то вам все будет ясно. Поэтому правильный разговор, понимание аудитории, он и обеспечивает в большой степени ваш успех в итоге об аудитории. Что касается ответственности, я, наверное, вы говорили о каких-то более высоких материях, а по мне такая ответственность начинается, в общем, в детстве. За каждый свой поступок. Если мы говорим о какой-то журналистской ответственности, вообще об ответственности любого профессионала за сделанное, понимаете, ведь плохой учитель, который наорал на ребенка и отбил любовь к предмету, он же тоже ответственен. Так же, как и неудачно учившийся доктор, я не знаю, плохо заасфальтировавший дорогу, дорожный работник, мы по большому счету мы все несем ответственность за то, что мы делаем. А ответственность это начинается с малого возраста, с каких-то элементарных вещей. Наверное, вот это мы должны передавать нашим детям, как-то мягко, объясняя. И тогда, я думаю, что все будет нормально. Уже в будущем, во взрослом состоянии у человека. Ну да, я надеюсь. Ну, такой немножко, на мой взгляд, идеальный, да, идеалистский прием, потому что все-таки жизнь, она другая. Обязательно встретится учитель, который отобьет желание учиться. Безусловно, что-то будет неприятное происходить, и работа, и журналистка в том числе, это не глянцевые обложки журналов, да, жизнь журналиста, она не так прекрасна, как может показаться кому-то со стороны. Это достаточно сложная профессия, которая требует от тебя включенности в события вообще практически 24 часа в сутки, которая требует моментальной реакции. Если тебе позвонили в 12 ночи и сказали, что надо выехать на задание, ты собираешься и едешь на задание. У меня была ситуация, когда в Москве были трагические события, но я была в отпуске, но была в Москве. Мне позвонил мой главред на тот момент, и не спрашивая, естественно, могу я или не могу, а я и не ждала этого вопроса, он сказал, вы должны во столько-то сменить нашего корреспондента около здания. Я собралась и поехала. Да, это такая профессия, которая требует, ну, в общем-то, очень большой отдачи, но и люди, которые в неё идут, наверное, идут не случайно, они получают удовольствие от того, что они делают, а это очень важно. Понятно. Спасибо огромное. К сожалению, время нашей программы очень быстро истекло. Вот я хочу ещё раз представить наших сегодняшних гостей. Это гости, преподаватели фестиваля, международного фестиваля студенческих аудио- и видеоработ, который называется «Вовремя». Он сегодня стартовал в стенах Казанского федерального университета. У нас в гостях сегодня были генеральный директор Российского фонда независимого радиовещания Наталья Власова. Очень приятно было послушать и коллег, поговорить. Спасибо вам огромное за участие. Сценарист и психолог Антон Шутов. Спасибо, было интересно по поводу АШО. Есть что почитать, что-то о чем подумать. И огромное спасибо вам. Анна, это вот шеф-редактор англоязычного вещания Радио Спутник Анна Качарова. Спасибо вам. Мы желаем нашим зрителям попытаться прийти к какому-то, к какой-то гармонии, как сказал сегодня Антон, самому себе, и понять себя, и найти осознанность какую-то. То есть подходить в том числе к средствам массовой информации, к выбранным средствам массовой информации, и к любой информации осознанно. Спасибо большое. С вами была программа «Разговор по чесноку» и я, Марина Хакимова. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин